Друзья, всем привет! С вами Леся и у нас будет сегодня видео сборная с соляночкой. Здесь будет небольшая покупка. Здесь будут пустые баночки. Здесь также будут расхламления, которые я отдала уже. То есть их у меня нет. И сразу хочу оговориться, все, что я ранее расхламляла, все, что говорила, уйдет на подарок, все это я отдала, раздарила, все уже в хороших ручках. Ничего у меня уже нет. Так что, да, могу вздохнуть. Давайте первое, что я вам покажу, это дуэт от Альмаке. Вот такая вот красота. Посмотрите, какие потрясающие красоты баночки. Только я их забрала из душа. Честно говоря, здесь бальзам уже у меня стоит перевернутый, потому что дозатор не выдает. Тут буквально на один раз кондиционер. И шампунь, ну тут вообще тоже вот так вот совсем на донышке, буквально на может быть дня три осталось. Просто хочу вам их сейчас показать, показать в дуэте. Первое, что меня восхищает, конечно же, это потрясающие упаковки, которые будут радовать взгляд. Дозаторы хорошие, в принципе, удобные. Но что по продуктам? Это израильская марка. И в целом мне марка Альмаке нравится. Я уже многое, что успела у данного бренда попробовать. И в целом у меня положительные впечатления, что если что, я буду в дальнейшем марку покупать. Я смотрю, в ревкоше ассортимент расширяется. Как бы мне интересно. Но тут, как всегда, почему-то израиль не хочет работать на моих волосах. Неважно, какая марка, неважно, какой сегмент. Волосы и израильская косметика совершенно не дружат. У меня волос вьется. Он у меня такой путается после мытья. И, ну, как бы, честно говоря, давайте просто расскажу, что за шампунь и кондиционер. Значит, по поводу шампуня. Это самый обычный, нормальный очищающий шампунь. Всё. То есть, ну, шампунь, как шампунь. Нормальный. Ну, не могу ничего сказать, чтобы его выбило как-то из из разряда нормальных, обычных. Ну, а кондиционер, к сожалению, вообще на моих волосах не работал. То есть, я после того, как его смывала, мои волосы были очень сильно спутанные. Для меня это важно, чтобы именно после мытья я их могла расчесать без проблем. Потому что потом, когда мои волосы высыхают, либо при помощи фена, либо так, я их могу с легкостью расчесать. Главное, после мытья. И здесь очень странный аромат. Опять же, очень странный аромат у марки «Альмаке». Какой-то вот косметическо-промышленный, не знаю, мужской такой, знаете, вот прям вот честно, здесь запах далеко не каждой девушке понравится. Я даже больше скажу, большинству он не понравится. Для волос продукцию повторять я не стану. Она мне, можно сказать, не подошла. Но в целом, марка интересная. Что еще? Закончился у мужа гель для душа от Dolce Milk. Сандал от Rom The Rom из Enfaya 3 в 1 гель для душа для тела, лица и волос. Ну, он только его использовал как гель для душа. Это повторная покупка. И будем еще повторять. Это потрясающий гель. Просто невероятная вкусняшка. В плане того, что это действительно чувствуется здесь сандал, сладкий сандал. Это очень такой приятный, мягкий, нежный, сладковатый аромат. Просто не для мужика, брутала такого, знаете, мужик, а для интеллигентного, приятного мужчины. То есть, ну, вот такой вот он интересный, красивый, и на теле потом остается просто потрясающий. И последняя пустая баночка в этом отрывке видео. это Dolce Milk опять же Ho-Ho Orange антибактериальное жидкое мыло для рук. Не смотрите, что оно такое замученное, просто оно стояло очень давно, пользуется им только муж и только дочка. Я не пользуюсь вообще жидкими мылами. Могу сказать, что муж любит Dolce Milk. Это тыква. Пахла, честно говоря, мне кажется, каким-то абрикосом. Ну, закончилось, и он муж уже себе на смену другое купил. Хорошо, хоть прозрачный, потому что прозрачные текстуры не такие отвратно-вонючие, как кремовые, потому что все знают, кто меня смотрит, что я марку Dolce Milk в целом ненавижу, при том, при всем, что у них мужские линейки в принципе вполне себе достойные. Ну, вот сандал Утром, по крайней мере, это нечто. Друзья, всем привет! Небольшая мини-покупочка. Это мыло Dolce Milk антибактериальное бергамот джекпот. Насколько я понимаю, здесь, наверное, бергамот и имбирь. Да, все верно. Поставила на паузу, прочитала. Единичная покупка. Просто муж взял, чтобы пользоваться, потому что он любит и Dolce Milk обожает, и, в общем-то, жидкое мыло любит. предыдущее закончилось, я им не пользуюсь. Пользуется только муж, дочка пользуется. Вот он взял, чтобы использовать. Друзья, хочу показать пару помад, от которых хочу избавиться. И здесь вопрос не в том, что они плохие, что они как-то не работают, а в том, что это не мои цвета. И такие цвета мне нравятся на других девушках. То есть, когда я смотрю в общем на картинку, какую-то на фотографию, когда девушки вот с такими помадами в общем мне нравится. Но когда я с этой помадой, я себя чувствую некомфортно, как-то немножко депрессивно. Сейчас я покажу вам эти оттенки. То есть, мне эти помады нравятся на ком-то, но не на мне, потому что в принципе эти помады не я. Я это помады какие-то сочные, яркие и скорее всего они будут в светлых оттенках. Они будут яркие, но они будут в светлых оттенках. Эти, несмотря на то, что это не чернильный рот, несмотря на то, что это не черные помады, они немного припудренные, но это не мое. начнем с помады NARS. Моя недавняя покупка, очень качественная помада в оттенке Dominique, но я ей накрасилась, да, и в принципе, когда сделать селфи, там красивенько стал, да, улыбнулся, все хорошо, но в целом, когда я еще увидела себя со стороны с этой помадой, то есть без селфи, без улыбочек, а просто обычную в жизни, то, честно говоря, меня это немножко ужаснуло. Такая вот помада, она качественная, она насыщенная, вы ее даже в жизни на виде выглядите немного более светлой, чем она есть, на самом деле она более припудренная такая, красивый цвет, но к сожалению, это не я, и мне прям нужно дать себе установку покупать только светлые оттенки, вот, светлые оттенки, это я позитив, постоянно что-то улыбаюсь, радуюсь чему-то, так, это не то, и стеллари, трендсеттер, тоже, видите, из этой стихии помада, но она более такая, более серая, тоже красивая, очень качественная, кремовая наносица, аромат винограда черного, шикарная, то есть, я не могу сказать про качество этих помад, они хорошие, конечно, помада Нарс более качественная, более плотная по нанесению, пигментированная, но также из стеллари, не придраться, она прекрасная, тоже хорошо наносится, они не смазываются, не растекаются, но это не мои оттенки, то есть, я могу ей накрасить там раз, не знаю, раз в два месяца таким оттенком, и в итоге потом просто прийти недовольной, я, для меня помада это все, то есть, это главное в макияже, я люблю вот, чтобы помада была точная попадание, не норм поношу, не окей, сойдет, а вот, чтобы она меня цепляла, поэтому, я лучше их кому-нибудь отдам, друзья, хочу показать вот такой вот кремушек от Тальга, его мне дарили за покупку бренда в золотом яблоке, и он называется так, Тальга морской источник, увлажняющий, охлаждающий гель крем, здесь хороший объем, 15 мл, но он, к сожалению, мне не подошел, абсолютно, и в который раз я убеждаюсь, что именно гель, кремы, гелевые текстуры мне почему-то для лица не подходят, хотя, казалось бы, они должны быть легче и подходить для жирной кожи лица, у меня кожа лица жирная, ближе к нормальной, но, к сожалению, в очередной раз убеждаюсь, что подобная текстура мне не подходит, у меня очень начало жирниться лицо от него, у меня очень липкое лицо, то есть, этот продукт я нанесла и он не впитался, этот гель крем, то есть, он оставил за собой такую липкость, жирность какую-то непонятную, и, собственно, естественно, я им пользоваться не буду, мне не подходит, хотя он не совсем такой гелевый, просто как похож на легкий крем, но нет, нет, очень жирное, очень липкое лицо, расширенные поры, сразу очень активно началась работа сальных желез, к сожалению, обычно у меня крем, который мне подходит, и у меня, когда я наношу, у меня лицо вообще не жирнится, ничего такого нет, к сожалению, не подошло, очень жаль, у меня этот крем достаточно лежал недолго, чтобы, ну, с осени я на него надеялась, думала, буду весной использовать, но нет, я его отдам в хорошие ручки, абсолютно не мой продукт, и мне подходят именно вот такие вот текстуры, конкретно крема, не гель-крема, а именно вот нормальный крем для лица, конечно, мне далеко многое не подходит, но то, что подходит только в кремовой текстуре, поэтому, к сожалению, и у него достаточно яркий аромат, аромат очень-очень сильный, такой какой-то цветочно-морской, с ноткой меда, прям ядреный, даже мне понравился, но многим может это не подойти, так что такой кремушек я отдам, к сожалению, потому что мне не подходит, спасибо, всем пока!